Друзья, записывайтесь, ставьте лайки, размещайте в своих соцсетях. Юрий Ряшенцев Ничего не видя и не слыша, лягу у инжирного куста. Между мной и Богом только крыша из худого ржавого листа. Я из-под навеса на дорогу не гляжу, там та же мельтешня. Есть сегодня что сказать мне Богу, только Он все знает без меня. Пусть, и мой рассказ ему не лишний, потому что Он ему знаком так спокойно, Он молчит. Всевышний, над железным утлым козырьком, Иверская добрая икона, значит, остается мне опять уповать. Без всякого резона, безо всяких жалоб уповать. А жизнь молчит. Наверное, надо было жить смелее и проще. Ты видишь, как живут деревья наши, рощи? Им наплевать, что цель грибцов недостижима. Они плывут от нас, от пыли, от режима. Движение все для них. Для истого грибца что финиш? Это только псевдоним конца. Конец же, в сущности, бессмысленное слово. Не важно, что за ним возникнет то, что ново, А важно то, что мы на свете были. Были. Куда-то двигались, неслись, летели, плыли. И дерева, не помню их по именам, по временам, по временам, кивали нам. Поэзия. И выходит, нету ничего, кроме честных слов, в объятии тесном. Общее юродство и родство ищут плоти в языке окрестном. Можно брать без счета города, а племена бросать под колесницы, Не оставив для людей следа явственней, чем в вене, в виде, вице. Можно быть сократом средь ослов, но тебя не вспомнит и историк. Не обмолвись кто-то парой слов вечной, вроде этой. Бедный Йорик. Что оно такое, этот звук, напоенный смыслом и движением, Слышный над заборами наук, хлипкими перед его вторжением? Не заметишь разве, что в овце отблеска волнения живого, Что за дело ждет нас всех в конце, Ежели в начале было слово? Субтитры создавал DimaTorzok